Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портал радиоцентра Сангейт. Начинаю свою программу. Сегодня у нас 19 августа и время в городе Чикаго 8.30 утра, время в Москве 16.30. У нас на связи Россия и парапсихолог, медиум, предсказатель Елена Порецкая, с которой мы уже встречались на волнах нашего интернет-портала. Ну и вот сегодня у нас вторая встреча. Елена, здравствуйте. Доброе утро, Чикаго. Да, добрый день, Москва. Ну и для тех, кто нас слушает, я еще раз скажу наши контакты. Тройное wsungatesradio.com, sungatesradio.com. Плеер находится внизу страницы. Вы можете оставить свои комментарии, замечания, предложения там. А также это sungates108, это наш скайп, солнечный оборот, на конце буквы sungates108. Это, ну, там тоже можно на фейсбуке, на ютюб, в общем-то, все наши замечания, ваши замечания оставить и вопросы опять же к нам. Елена, мы говорили в прошлый раз, это было, так сказать, знакомство, и были некоторые вопросы от наших радиослушателей. Это понятие привороты, привороты, отвороты, завороты. Я не знаю, что это такое, но сегодня это модно. Что это такое? Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, привороты – это древняя оккультная практика. В принципе, она сделана, делается это для зомбирования того или иного партнера. Сейчас привороты используются очень широкомасштабно, начиная с массового, да, допустим, событий каких-то. Это делается даже на уровне телевидения. Это делается виртуально, да. И также это делается на бытовом уровне или корпоративном, если нужно, допустим, соблюдать определенную привязку людей друг к другу или к объекту приворота, да. То есть, ну, разберем обычный бытовой приворот. Это делается обычно, ну, очень много женщин обращаются, кстати, но также и мужчины есть. Ну, мы разберем пример, вот, допустим, женщина приворожила мужчину. Если этот приворот делается на месячных, это стандартная, да, такая практика, и через спиртное, то в итоге мужчина этот будет болеть и сопьется, да. То есть, приворот влияет полностью на всю суть мужчины, то есть, на предметную и духовную. Ну, ощущения каковы у человека, которого приворожили, он полностью живет объектом, к которому его приворожили. То есть, это уходят все старые привязки, все, что раньше интересовало человека, он полностью сосредоточен только на объекте приворота. Но со временем приворот, он уходит. То есть, если, допустим, это виртуальный приворот, да, и наупить практика такая есть, да, то если заканчивается влияние человека, который влиял, то привораживаемый объект начнет как бы просыпаться. Ну, тоже ощущения каковы, ты начинаешь вдруг видеть мир по-другому. То есть, как будто цепь сползает, как будто горизонт открывается, человек начинает просыпаться. И его начинает интересовать все, что интересовало его раньше. То есть, это при полном снятом привороте у человека начинают работать все старые функции, которые его раньше двигали в жизни. Вот. Если не снимать приворот, то у меня были случаи, где у людей вся жизнь шла под откос. И если вовремя не снять, соответственно, это просто может уйти от болезни, от проблем. И хуже всего, что это все становится родовым, на уровне ДНК, да, это также все передается. И если человек родил ребенка, допустим, ему это передается. И также ребенок несет потом проблему этого приворота уже в своей жизни. Если вы обратили внимание, очень многие дети повторяют судьбу родителей. Там, где был приворот, там, по сути, очень одинокие бывают люди. И не всегда не могут найти себе пару. Либо нету детей, да, то есть пробой идет по деторождению. Смотря с какой установкой делался приворот. Вот. Лена, скажите, приворот в отношении мужчины-женщины, женщины к мужчине. Я понимаю так, что вы такими вещами не делаете. Вот пришел к вам клиент и сказала, она сказала, вот хочу вот этого олигарха. А он женат, он у него там, я знаю, все дома, все прекрасно. Ну, вначале теоретически такой вариант возможен? Можно. Конечно, и сейчас существует очень тяжелая в этом плане ситуация. Называется, я считаю это рейдерским захватом партнеров и имущества. Потому что одна из, ну, один из рейдерских захватов. У меня просто были люди бизнеса, которых таким образом, то есть воздействуют на жену или на мужа с помощью партнера какого-то левого или партнерши. И таким образом разбивает сначала семью, потом эта партнерша там влезает к мужу в постель дальше. Соответственно, жена может остаться, кстати, ни с чем. Были такие случаи. Ну, там, опять же, смотря какая ситуация, но это стандартно, да. И дальше идет уже захват имущества. То есть мужчине крутят голову. То есть это, ну, приворот делается. Человек начинает там работать, человек начинает в этом бизнесе крутиться и начинает уже влиять вплоть, может быть, до переписи имущества и так далее. То есть настолько люди бывают подчинены тем, кто привораживает. Кстати, в Америке вот у меня есть клиенты, где реально таких ситуаций очень много. У вас это очень распространено. Особенно, когда молодые девушки хотят чего-то завоевать. И они таким образом через воду приворот, это очень, кстати, тяжелая тоже практика, они практически захватывают объект якобы любви, хотя любви там особо и нет. Там просто имущественный интерес. Вот. И на самом деле такое присутствует. Но я лично приворотами не занимаюсь. Я снимаю привороты. Делается это по сеансу. Вот почему. Нельзя взять у человека, убрать из головы программу, которую в него заложили. Ну, представьте, человек влюбился якобы в объект своей любви, а это всего лишь приворот. Но для человека это реальность. То есть он об этом думает как об реальном. Если у него резко выдернуть эту программу, сняв приворот сразу, то у человека за место этой программы будет эффект пустоты. А подобное притягивает подобное. Так как он помнит те ощущения, он все равно будет искать подобное. Вот. Соответственно, он найдет другой объект такой же, да, и будет уже опять тот же самый приворот просто будет восполняться за счет той памяти, которая была у человека, которого приворожили. Поэтому приворот надо снимать по сеансу и давать взамен другие установки, которые у человека работают как защищающие уже от того воздействия, которое все-таки может быть. Ну, потому что люди, которые обычно привораживают, они это делают порциями, да. Ну, через какой-то промежуток времени, там, на полнолуние или на новолуние, у кого какие вообще, да, практики. Вот. Поэтому бывает такое, и сейчас это очень распространено, к сожалению, я считаю. Лена, скажите, ну, ведь человек же об этом не знает, что ему сделан был вот такой вот приворот. Не знает ни он, не знает его, допустим, что, да. Это можно как-то определить? Нет, бывает, что просто действительно чувство. Тут как отличить? Во-первых, если просто мужчина там пошел налево, влюбился, ну, просто в объект своей любви, у него не будет резкого перекоса от прошлой жизни, да. То есть он также будет относиться хорошо к детям, он не будет лишать жену там какого-то финансирования для детей, то есть не будет никакой войны, он постарается это разрулить грамотно, потому что все равно у него чувство к жене, как бы, да, оно тоже присутствует, все равно он для нее тоже чего-то старается делать. То есть в этом случае, получается, новая жена, как бы, получает мужчину с приданным, да, то есть с заботой о прошлой семье, и тут надо с этим считаться. Но, к сожалению, очень большой процент вот подобных практик, вот сколько я встречала ситуаций, почему-то хотят именно забрать мужчину из семьи и, соответственно, сделать из него подобие вот для себя, да, то есть чтобы он полностью перестал там помогать той семье, вот. И как распознать приворот? Во-первых, мужчина привороженный, он ничего не слышит, то есть ты как бы ему говоришь, он не воспринимает ту речь, которую раньше воспринимал от жены. То есть, во-вторых, у него определенно стеклянный взгляд, то есть это просто вот у всех, у кого я спрашивала, у женщин и мужчин, кто с этим сталкивался в семьях, о состоянии стеклянного взгляда, то есть ты говоришь человеку фразу, а человек тебя не слышит, он смотрит на тебя, у него одна какая-то своя правда, вот, ему хочется уйти из дома, вплоть до драк это может быть. Вот говорят, что потом мужчина бьет того, кто привораживал, и это уже потом, а изначально, сначала он отыгрывается на той семье, из которой его пытаются забрать. И чем более неадекватен мужчина сам по себе, то есть гордыня, там, король, да, такой вот, то есть считает, что все ему обязаны должны, некий потребитель, да, то есть привыкший потреблять жену там и детей, то чем больше, ну, неадекватно человек ведет в семье, тем хуже он ведет себя при привороте, то есть это крышу сносит напрочь, это такой человек может даже убить. И в этом случае, ни в коем случае нельзя женщинам конфликтовать с таким человеком, здесь нужно просто уже обращаться к специалисту по снятию приворота и налаживанию микроклимата в семье, к восстановлению тех позиций, которые были до приворота, и отведению недоброжелательницы, потому что, ну, обычно это, опять же, не быстрый процесс, у меня были случаи, где приворот я снимала там на раз-два-три, там буквально там месяц-два-три, и человек уже все, он в семье. А были случаи, где я снимала год-два, там, допустим, бывало три, последовательно через промежутки времени человек приходил, я выводила, отливала на воске, снимала, то есть и человек вдруг восстанавливался и становился тем прежним папой, там, отцом, мужем, как раньше, понимаете. Это называется специальный обряд, да? Это, в общем, относится к разряду каких-то магических практик, правильно? Ну, это вообще, да, это делается с помощью магических практик, но, опять же, у каждого специалиста они свои, кто-то там свечами, кто-то молитвами, я все это делаю на картах и в своей голове, поэтому, как бы, вот показать шоу такое я не показываю, соответственно, я это делаю, работаю с человеком, с его сознанием, если бывали случаи, когда сам человек, которого привораживали, приходил, и я работала с ним. Еще тоже существует такой фактор, есть очень сильные люди, вот, реально сильные, которые сами могут с себя снять приворот, они начинают чувствовать, что их как-то партнерша или партнер держит, и, в частности, я сама это проходила, да, у меня такая ситуация была, вот, и в какой-то мере ты начинаешь, как бы, просыпаться, да, то есть это состояние, когда ты вдруг начинаешь себя вспоминать того, о котором ты был раньше, и вот этот момент оживления себя, он позволяет вспомнить, заметить нестыковку в том, с кем ты живешь, как бы, проживая не свою жизнь, а жизнь вот этого партнера, и ты начинаешь тогда уже, вот, я знаю, сколько людей, то и кто сам мог вот все-таки эту практику с себя снять негативную, но это идет через осознание, то есть человек осознает себя прошлого, и убирает у себя те программы, которые человек, допустим, какой-либо ему навязал. Значит, бывает семейный приворот, семейный приворот – это когда родителей не устраивает партнер детей, да, примерные случаи, там, допустим, свекровь не устраивает невестка, да, бывают такие случаи, или, наоборот, вот, теща недовольна зятем, начинают тоже ходить к бабкам, отводить этого несчастного зятя или несчастную невестку, вот, честно вам скажу, начинают дарить какие-то вещи, которые напичканы негативной программой, люди начинают болеть через это, которым они это все пихают, в общем, и в итоге получается, что семьи такие распадаются, расходятся, то есть тут тоже надо, конечно, смотреть, если подобная ситуация происходит от родителей, от каких-то, то молодые, если это действительно чувство, они должны как-то консолидироваться против этих обрядов, либо тут все очень индивидуально, вообще, вот, реально, потому что бывает действительно влезает в семью такой вот троянский конь, назовем это там, чтобы, опять же, отбить имущество и прочее, то есть через сыновей, через дочерей, тоже сплошь и рядом это сейчас, кстати, происходит. То есть тут надо просто бдительность и определенные знания, чтобы, и ощущение, что реально ли это чувство, или оно навязано. Вот такой вопрос. Допустим, ну, человек чувствует себя влюбленным, неважно, мужского пола, женского пола, и для него все нормально, ну, всякое бывает, разлюбил, разлюбила. И вот сейчас создается там новые отношения и новая предположительная семья может создаться, но вокруг видят родственники, друзья, и они ему говорят, а он, как вы сами говорите, он зомбирован, но ничего не видит, на него уже наведено. И обращаться ему говорят, давай мы, мол, обратимся там к магу. А он говорит, какие привороты, все нормально, все хорошо, все в порядке. Допустим, если обратились бы к вам кто-то там из друзей, неважно, вы могли бы на расстоянии посмотреть, это действительно приворот, или это, ну, просто вот человек влюбился и все? Ну, практически приходится на расстоянии смотреть, потому что люди звонят и не всегда могут приехать в офис, и я работаю онлайн тоже, и реально, да, можно посмотреть так же. Я так же снимаю онлайн, то есть на расстоянии. Это так же все видно, соответственно, что у человека, допустим, есть приворот. Сам привораживаемый, он мало будет, ну, он не будет осознавать, что он приворожен, особенно если это обычные, бывают люди обычного сознания, которые вообще в это не верят. Для них это просто реальное чувство. Кстати, с таких сложнее снимать, потому что они в это абсолютно верят. Но первый принцип, первый признак того, что у человека есть приворот, это когда его начинают отбивать от привычного русла жизни, когда его отбивают от родственников, когда родственники вдруг начинают тоже болеть из чего-то, да, вот, когда, допустим, ну, тут опять же негатив. Я стараюсь, ну, я стараюсь снимать это безадресно, первично, да, когда я работаю, вот, допустим, я просто отвожу с людей негативную заложенную программу и восстанавливаю их отношения. Вот, ну, кто-то работает по-другому абсолютно, то есть есть разные специалисты в этой области, вот, но все равно при снятии приворота происходит смена сознания у человека, да, и тут нужно именно близкому человеку, жене, допустим, если она заботится об этом, четко выполнять установки какие-то, вот, как я, например, даю или кто-то, смотря кто снимает, чтобы у мужчины не создалось впечатление резкого выхода из этого состояния, или у женщины. Вот, допустим, к вам обратились по этому поводу, что для этого требуется? Ну, я обычно фотографию беру, если это семья, то беру, мне нужно, чтобы люди присылали свадебную фотографию, желательно с гостями, потому что бывает, что преддверием приворота был негатив, заложенный на свадьбе. Дальше мне нужна фотография родителей с обоих сторон, да, раз, его и ее, и, соответственно, период, где начался этот приворот, я примерно вычисляю, когда это было сделано, мне желательно фотография, там, того же мужчины или женщины, того периода, когда на нем это было сделано. Ну, бывает, что вот я, когда снимаю какой-то негатив, если это со школьной скамьи, я прошу принести фотографию, там, определенного года даже, вот, и, соответственно, я прошу принести, если есть фотографии недоброжелателей, потому что бывает, что отбивает мужчину, но, допустим, мы не знаем кто, да, человек шифруется, прячется, вот. Еще тоже есть такой момент, ну, тут все очень тонкая, тонкая грань, бывает, что, как это сказать, ну, как бывает, что у человека, вот, если ваша, да, если это человека, вот, естественно, его необходимость какая-то, то никакой приворот и никакое воздействие это не сломает, не убьет. Только если в чем-то это было не твое, допустим, или не его, да, то на это уже может влиять недоброжелательность, недоброжелательный человек отбивая, допустим, ну, мужа от жены наоборот. То есть, если девочка там рядом с мужчиной взрослым там выглядит, ну, как-то, как людям кажется, не очень, им кажется, что вот там другая женщина смотрелась бы лучше. Каждая же себя примеряет в таких парах. И начинает уже заведомо лезть виртуально сначала таким образом. Вот если девочка в таком браке, девушка, да, чувствует себя неуверенно, то, соответственно, на эту неуверенность придет негатив, который потом в дальнейшем разломает эти отношения. Ну, это опять же один из примеров. Тут еще важны ощущения партнеров друг к другу, понимаете. То есть, к чему они живут, какие у них общие устремленности. Если партнеры просто сексуально друг к другу живут, то, соответственно, там и разбить пару такую легко. Если у людей есть духовные предпосылки, кармическая очень хорошая взаимосвязь, там они достаточно друг друга чувствуют, понимают, ощущают, то такие пары они крепкие. И здесь просто главное прислушиваться к партнерам друг к другу, чтобы не было чуждого влияния. Немножко вот это абстрагировать от семьи просто. Понятно. Скажите, Лен, к вам приходят... Ну, немножко уйдем от этой темы, потому что... Или, может быть, последний вопрос именно в связи с этой темой. А не будет ли так, что вы, допустим, вмешиваетесь в судьбу этих людей и пытаясь, допустим, снять приворот... На самом деле это не был приворот, на самом деле это была просто действительно влюбленность, и людям все в порядке, все хорошо у них. А вы пытаетесь это снять, и таким образом получается приворот на привороте сидит. То есть вы наоборот делаете. Такой вариант возможно? Нет, я когда снимаю приворот или привязку, я снимаю именно это. То есть влюбленность, она никуда не денется, если она была естественна. Понимаете? То есть вы выбираете негативное влияние возможного вот этого приворота, да? Хотя вы сами определяете, он возможный или он действительно. Ну, я определяю по ощущениям. То есть я чувствую по ощущениям от женщины, которая обратилась, или от мужчины. Потому что бывает, что человек в состоянии приворота, вот его приворожили, он слепо женился, и слепо там выпил, я не знаю, вина какого-то, там теща налила. И в итоге, в итоге, да, у человека вся жизнь под откос пошла. Это вот страшно, да? Тут прям заведомо видно, что это приворот был, прям вот черным по белому, да, видно. То есть это надо снимать, однозначно. Бывает, что да, как вы говорите, ну, вроде как незаметно, то есть непонятно, привязка, приворот или влюбленность. Так вот, если это реально влюбленность, если действительно чувство, то это снять невозможно. Любовь – это самая сильная магическая практика, которую нельзя, ничего с ней нельзя сделать, если она естественна. Снять можно только воздействие, которое было искусственно наложено. Снять можно подмену понятий, допустим, ну, в частности, при НЛП-воздействии, да, в каких-то, и восстановить именно тот стержень, который есть. Невозможно, допустим, очень трудно снять приворот или любую программу, если у человека нет своего стержня. Если он ведомый, и было много приворотов, этого человека колбасить будет по женщинам, ну, я вам скажу, не по-детски, да. Вот, с такого человека сложно снимать, и бессмысленно, потому что там уже заложено сиротом идёт, там, допустим, определилось от отца, от матери, что это там было сделано, и перешло уже ему, и он это несёт как родовую программу. То есть, и тут просто снимаешь уже так, чтобы это не вредило ему, хотя бы настолько-то там, ну, немножко хотя бы, чтобы жил нормально. Понятно. Хорошо. Лена, давайте поговорим о здоровье, энергетическом здоровье. К вам обращаются наверняка люди, которые в связи с какими-то причинами, они имеют проблемы со здоровьем. Доктора у нас лечат, понятно, как. Они лечат определённые органы, определённые системы, но человек – это существо холистичное, можно сказать, поэтому тут многие варианты, скажем, на Востоке – это всё энергия. Человек заболел. Можно ли это, допустим, ему облегчить его состояние путём изменения его негативной энергии болезни на позитивную энергию? Ну, любая болезнь, любая болезнь, это даже в восточной практике подтвердят, это набор определённой негативной программы, которая была там за промежуток жизни. Бывает так, что человек родился с этим, это знал, что в прошлой жизни он что-то натворил, и в этой жизни он несёт как бы нагрузку, как наказание. Всегда тоже, опять же, занимается прежде всего негативная программа, которая была в человеке по отношению к его здоровью. И идёт определённая чистка с помощью той медитации, которую я в тот раз давала, оздоровительная, с помощью, опять же, разбора ситуации, откуда у него возникла эта болезнь. Потому что бывает, что вот люди жили-жили, всё нормально, потом вдруг купили дом, я не знаю, да, и после покупки этого дома вдруг муж может начать себя плохо чувствовать. И я тогда уже смотрю, какая взаимосвязь там с этим домом, да, либо он в этом доме подцепил негатив, либо это связано с теми людьми, кто продал этот дом, либо ещё как-то. То есть, бывают такие ситуации, бывает, что человек заболел, пройдя по медицинскому центру какому-то и прочитав диагнозы на стенках, прилепил себе чужое заболевание. Бывает, что человек посидел в очереди с больным человеком, я сейчас не говорю про инфекцию, да, а просто тот человек на него сбросил своё заболевание. И так как люди бывают экстрасенсорные, они иногда хватают чужие проблемы. В общении просто даже, на эмоциях. И человеку это висит как негатив. Если это вовремя снять, то диагностика уходит, да. Но со временем, всё равно с возрастом, человек начинает вот в своих вот болячках, да, как бы костенеть. Ну, то есть, он к ним привыкает. Он привыкает, что у него там всё время что-то болело. Потом это вырастает в диагноз. То есть, мы сами формируем, по сути, свои заболевания в той или иной мере, опираясь в теле на какие-то минусовые какие-то ощущения и начиная навешивать, думать, что это то, другое, третье. Вот. Опять же, люди не следят за своим здоровьем, да. Мы едим непонятно что, по большей мере. Здесь тоже это влияет. Мы пьём тоже воду, которая не совсем бывает хорошего качества. Ну, по сути, человек – это то, что есть среда. То, что сейчас есть в среде, то есть сегодняшние люди, которые болеют, исходя из того, что они дают среде, среда им отдаёт обратно. Природа, да, назовем так. Поэтому это всё можно снимать, но, опять же, взаимодействовать с человеком, потому что человек сам должен захотеть изменить свою ситуацию, выздороветь там, или хотя бы при снятии негатива происходит момент, когда либо человек сам оздоравливается, у него уходит диагноз, либо человек находит специалистов дополнительных, которые на уровне медикаментозного могут решить этот вопрос. Тут ещё зависит от веры человека, во что он верит, понимаете? Ну, да, да. Скажите, тяжёлые заболевания, типа рак, что это за заболевание с точки зрения энергии, как Вы считаете? Ну, я считаю, что это очень сильная порча или проклятие даже. То есть это связано с тем, что человек несёт на себе либо проклятие рода, то есть что-то вот он нёс-нёс род его, да, и к нему это пришло, и он отрабатывает это. Либо ещё и плюс при жизни насобирал, да, то есть сам. Может такое быть, что это можно снять, соответственно, да. Есть сейчас практики излечения от онкологии, и не обязательно это химиотерапия, вот, но, опять же, тут это немножко элемент фатальности онкология. То есть здесь, как лотерея, наверное, так нужно ли человеку дальше жить или нет, то есть смирился он с этим или нет, то есть здесь очень много тонких граней. Прежде всего, сам человек внутри должен бороться с этим диагнозом сам, понимаете? А потом уже находятся специалисты, которые вдруг помогают ему выйти из этого тупика. И очень много случаев, где люди сами действительно начинали с этим бороться, и даже сами побеждали эти подобные заболевания страшные. Ну, да, это понятно. Мало найдется людей, которые, получив такое заболевание, такой диагноз, сложили руки и отдались на волю, так сказать, ну, как будет, так будет. А то и пустились во все тяжкие, как говорится. В основном люди, конечно, пытаются бороться, они идут то ли к врачам, в основном, конечно, то ли они пытаются искать какие-то альтернативные методы. Когда я вам ждал этот вопрос, вы однозначно на него ответили. То есть, это не заболевание. То есть, это какое-то вот такое вот проклятие. Ну, это, да, энергетически это как проклятие даже. А если смотреть, рассматривать медикаментозно, то прежде всего это грибковое заболевание. Просто там определенный баланс в организме нарушен, и, соответственно, пошло распространение онкологических клеток вот этих. Поэтому сейчас в Италии есть врач, который лечит это определенным раствором. Очень интересно тоже. И практически говорят, что если соду даже как-то с чем-то принимать, с лимоном, то восстанавливается щелочный баланс какой-то, который не позволяет онкологии развиваться. Ну, звучит, конечно, это как-то... Если бы все было так просто, так наверняка бы все бы онкологические больные пытались это сделать. Вы знаете, в Италии, в Италии вот этот врач, действительно, это интересно, но вплоть до того, вообще существует фармацевтический, конечно, заговор, и, по сути, никому не выгодно получается лечить людей, потому что это очень большие деньги, когда люди тратят лекарства на лекарства, согласитесь, поэтому кому выгодно простое сода обычное или что-то еще, чтобы человек вылечился, или целители, которым помахали руками, и у человека все прошло. Это, естественно, бизнес, понимаете, и тут существует корпоративный заговор, и уже это другая тема, наверное. Ну, сейчас, да, мы эту тему тронуть не будем, тем более догадки, и, кстати, как всегда, нам нужно сделать такое маленькое отвлечение, потому что надо сказать о том, что руководство радиостанции не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире, и не всегда согласны с этим мнением. Это, так сказать, на всякий случай, есть мнение, а вот как уже информация, как уже пользоваться этой информацией, это уже дело каждого человека. Скажите, а как по поводу того, что на Востоке считается, по многим даже религиям в том числе, что если человек получил такое тяжелое заболевание, это означает, что он где-то в прошлом, а может быть и не в прошлой жизни, а может быть еще за это, задолго до этого, он что-то такое сделал, и вот сейчас пришло, так сказать, то, что он сегодня называет таким словом карма, то есть пришло вот следствие после этого проступка. Ну, это не проклятие, это просто человек совершил вот такое противоправное действие по отношению к кому-то, чему-то, и вот он получил вот такое заболевание. Как вы считаете? Это тоже может быть, вполне вероятно, потому что, опять же, все очень индивидуально, мы немножко просто более схематично же рассматриваем сейчас вопрос того или... Если брать глобально, то и такое присутствует. Любые заболевания сегодня у людей – это следствие того, что они накосячили в прошлых жизнях. И если посмотреть уровень того или иного заболевания, в принципе, можно даже проанализировать. Но суть в том, что у каждого человека сегодня рожденного разная причинно-следственная связь, то есть закон бумеранга работает у тех, у кого длинная причинно-следственная связь, кто более профанирован, кто не развивается. У них работает длинно, то есть через 10 реинкарнаций его может настичь наказание за то, что он там кого-то убил. У тех, у кого причинно-следственная связь короткая, это люди духовные, да, опять же, не путать с религией, да, просто духовные люди, которые развивают свое направление, свою душу, свою ментальность, астральность. У этих людей причинно-следственная связь короткая. Они очень быстро могут делать вывод из той или иной ситуации, и даже они не обязательно будут экстрасенсами, это могут быть обычные люди, но у них будет вот такая быстрая взаимосвязь, и у них не будет такого проблемного заболевания по той причине, что у них всегда был быстрый ответ, почему это получилось. И они просто старались больше не наступать на грабли. А так, конечно, это присутствует. Если, кстати, сейчас посмотреть на действительность российскую, у нас очень много отказных детей говорят. Ну и в Америке, во всем мире такая ситуация присутствует. Если посмотреть на рождение детей, ну как бы брошенных, то и нежелаемых, это прежде всего сейчас рождаются те сущности, кто в 90-е годы, соответственно, уходил в криминал, и где-то их когда-то подстрелили, где-то они неправильно повели себя, соответственно. И в итоге эти люди сейчас рождаются практически на нуле. То есть нулевая реинкарнация, по сути, ну в каком плане нулевая, то есть нуля, у них нет родителей, родственников, потому что у них идет попытка подняться заново. И вот тут дается урок такой кармический, либо человек из такой среды поднимается и становится опять же кем-то в этой жизни, допустим, либо он успевается, скуривается, теряет себя, и по сути дальше идет по низкой уже реинкарнационной взаимосвязи. Может в следующей жизни родиться там животным, да, уже. Потому что он себя не осознал, то есть что ему надо сделать в этой жизни. Но, к сожалению, у нас не дается, мало дается общепринятых мер каких-то, или линейк, или схем, или информации, как правильно себя вести, там, допустим, тому или иному рожденному человеку. Мы все развиваются схематично, как им заложено. Дальше уже идет опять тот же набор ошибок, который был у родителей. Или, допустим, если это дедомовские дети, то они уже друг у друга копируют, идут по пути друг друга, там, или преподавателей, или старших, там, знакомых каких-то по улице, да. То есть, опять же, идет набор ошибок, прежде всего, а не набор понятий, как дальше поступить, чтобы вылезти из этого тупика. Ну, интересно, то, что вы говорите, это действительно интересно. Я уехал, правда, достаточно давно, но логически, если 90-е годы, ну, уже прошло достаточно 25 лет, чтобы появилось новое поколение, которое сейчас, да, вот то, что вы говорите, брошенные дети и так далее. Как проследить? Можно ли? Вот сейчас модно такое слово, называется Акаши. Акаши, это на санскрите, это эфирный слой, вот, где хранится информация о прошлых жизнях и так далее. Есть люди, которые обучают этому, есть люди, которые туда заглядывают и видят. Возможно, туда посмотреть, чтобы определить, ну, почему с человеком это произошло, потому что считается, что надо пойти туда в рот поглубже и снять вот этот вот негатив, тогда будет у человека, ну, легче ему жить будет. Ну, тогда человеку придется, помимо своей реинкарнации, заглядывать еще в прошлое каждого своего родственника до седьмого колена, потому что помимо реинкарнационного негатива или позитива, существует родовой негатив или позитив, то, что переходит по роду. И ныне рождающие люди, они несут вот эту двойственность такую. И вообще, как бы, я вам скажу, что помнить свои реинкарнации, почему мы их не помним, наверное, но это все равно, что помнить все, что мы сейчас за жизнь, вот каждый свой момент жизни, представляете, сны там, переживания какие-то, представляете, вот в каких-то реинкарнациях мы кого-то теряли, там, или, допустим, сильно почему-то радовались, они нехорошие делали. Заново прожить это, увидев эту ситуацию, ну, достаточно сложно для слабой психики, потому что в теле человека все-таки нет такой силы, ну, просмотр прошлых реинкарнаций достаточно экстремальный, я считаю, для обывателя, если это человек обычный, да, то есть не каждый может грамотно понять это, понимаете, потому что может, наоборот, сыграть, что человек будет по-старому проживать, ну, знаете, как вообще вот это формируется, это вот если дети осознанные, да, то они обычно, ну, вот я просто со своей дочери, вот говорю, пример, да, она когда рассказывает свои ощущения, что ее интересовало одно направление, там, допустим, Япония, да, потом еще что-то, потом еще что-то, а сейчас она подвыросла, и она говорит, ты знаешь, говорит, я поняла, что это было что-то прошлое, то есть меня тянуло как бы к чему-то прошлому, сейчас мне это уже неинтересно, потому что я это уже пережила, то есть не обязательно заглядывать в реинкарнации, можно таким образом, ощущая в себе те или иные навыки или стремления чувствовать, где тебе надо чего-то делать и идти, чего-то отбиваться, а где тебе, может быть, нужно отпустить, потому что это эффект с прошлой реинкарнации, допустим, да, и это уже отработано, это просто понакакано и появилось, ну, как бы, как флюид какой-то, понимаешь, фантом, и не всегда в этот фантом надо уходить, но многие люди, кстати, идут по принципу того, что вот им легко дается, да, это обычно наработанный опыт, соответственно, они уходят в это спокойно и проживают, по сути, ту же самую жизнь, что когда-то прожили в другом теле, да, вот, такая спокойная реинкарнация, потому что обычно, когда новое что-то идет, ты вот идешь трудно, да, ты осваиваешь какое-то новое направление, ну, как говорят, в снегу тропу, с первым, самому волку всегда сложнее проложить, чем когда за тобой идет по этой тропе стая, вот, когда тебе что-то трудно дается, это более качественный путь, значит, это значит именно то, что ты сейчас преодолеваешь, это новое, а если ты идешь по пути, что, допустим, тебе легко удалось, вот, есть люди, у которых очень много способностей, им все легко удается, вот, им тогда надо из всех этих направлений выбрать то, что будет новым, наработки всех этих направлений, которых в них присутствует, присуще, да, и тогда, тогда уже человек найдет из всего этого, чем он владеет, новое направление именно этой реинкарнации, где он должен выполнить ту или иную кармическую задачу, по сути, это поиск кармической задачи, это очень важно, кстати, между прочим, потому что если человек, допустим, в этой жизни не понял, какой это кармический урок, он родится потом дальше, и ему также придет эта же ситуация, он обязан будет ее решить, но если даже по жизни, вы заметили, бывают люди, у которых повторяется цикличность событий, это говорит о том, что человек, значит, что-то не понял, если он где-то накосячил, или что-то не так ему сделали, или порчу навели, он вышел из этого, но потом опять наступает на грабли, значит, где-то он что-то не понял, если та же самая ситуация стала циклична, значит, он что-то не преодолел в себе, не изменил, понимаете, не снял там тот же негатив, не вышел из тупика, то есть он идет по накатанной, по тем же самым кольцам, которые были там в прошлой ситуации, та же цикличность событий. Хорошо, понятно. Лена, к сожалению, наше время в эфире подошло к концу, я благодарю вас, это было действительно очень интересно, мы продолжим в следующий раз. Дорогие друзья, у нас, как вот на сегодняшний день, график наших бесед, наших эфиров с Еленой Порецкой, повторю, это парапсихолог, медиум, предсказательница, и снимает негатив различные энергетические практики, которые помогают людям. У нас такие эфиры по пятницам, время на восточном побережье, Нью-Йорк, Вашингтон, в 9.30 утра, ну, а в Москве, на территории России, это 16.30. Наши координаты sungatesradio.com, там можно включить плеер и слушать наши эфиры, и это тройное W, sungatesradio.com, это Facebook sungatesradio и Skype sungates108, солнечный оборот 108. До свидания, Чикаго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok